Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшний влог я хочу начать с утра и вместе с вами сделать масочку, мою любимую, вот эту тыквенную. Я ее постоянно везде, мне кажется, показываю. Но сейчас после болезни она у меня как раз очень сильно актуальна. Прямо, вот видите, она вот как пюрешечек такая. И я хочу сразу ответить на вопрос одной моей подписчицы, пока буду наносить маску. Она мне задала такой вопрос по поводу того, как начать позволять себе приобретать что-либо. Это было под видео, где я показывала свои новые сережки. Я на самом деле хотела снять такую болталку, наверное, на эту тему. Но, вы знаете, я честно признаю, что не имея какого-то, ну, скажем так, психологического образования на эту тему, мне достаточно сложно ее раскрыть правильно. Потому что сказать можно на самом деле все что угодно на эту тему. Из серии, знаете, там, начните по чуть-чуть, там, себе позволять раз в месяц, раз в неделю, там, и так далее. Это вопрос касается, когда есть финансовая возможность себе что-то позволить, но женщина, там, девушка все равно себе ничего не позволяет. Я могу сказать, что у меня такая история была. И эта история была у нас после рождения ребенка, когда я перестала работать после рождения старшего моего сыночка. Все в дом, все в семью, все на мужа, я же не работаю, зачем мне это нужно, и так далее, и тому подобное. Так вот, позволить себе что-то, работаете вы или нет, это примерно граничит с любовью. То есть, это не граничит, это и есть любовь к себе. Так вот, на эту тему, на самом деле, мне достаточно сложно говорить, потому что я не имею никакого психологического, да, образования на эту тему. То есть, образования психолога. А это именно человек, мне кажется, с таким образованием может грамотно раскрыть, грамотно дать какой-то совет. На самом деле, я вчера погуглила, ну, как погуглила, на ютубе набрала, как полюбить себя. И посмотрела там миллион, на самом деле, ну, не миллион, но очень много роликов, именно психологов, достаточно грамотно, где объясняют, как полюбить себя и что такое вообще любовь к себе. Потому что каждый из нас, на самом деле, может сказать, а да, я люблю себя. Только любовь – это глагол. Так вот, что вы делаете для того, чтобы полюбить себя, да, для того, чтобы полюбить или любить себя? Если ничего, то значит, вы не любите себя. Но с этим я не могу не согласиться, это я у одного психолога вчера посмотрела. На самом деле, это правда, это так оно и есть. Любовь к себе – это отчасти граничит с эгоизмом. Это, в принципе, отчасти есть эгоизм. Это тогда, когда вы свои интересы ставите в первую очередь. То есть, ваши интересы для вас важнее, чем интересы мужа, детей и всего остального. И вопрос как раз-таки начать себе что-то позволять – это вот вопрос именно об этом. То есть, для меня купить себе серёжки – это просто себя побаловать. Это просто доставить само себе удовольствие. Это просто, не знаю, как-то украсить себя любимую, себя красивую и так далее, да. То есть, насколько часто вы, например, смотрите в зеркало и говорите, блин, какая классная. Нам в детстве говорили, там, не крутись перед зеркалом, не вертись и всё остальное. Ну, в общем, посмотрите на самом деле, посмотрите. Потому что вот это чувство вины, то есть, посоветовать я могу всё, что угодно. Но вот от этого чувства вины какого-то, ну, в моём случае это было чувство вины или ещё что-то в этом духе, вы всё равно от этого не уйдёте. Поэтому я очень сильно советую вам посмотреть ролики про любовь к себе. Только не заходите в дебри, не надо смотреть, как сделать так, чтобы мужчина там и понеслась. Как сделать так, чтобы мужчина дарил подарки и понеслась. Как служить мужчине. Господи, вот это всё, я посмотрела вчера, я ужаснулась, честно. Нет, вот это не надо, вот это всё не надо. Про любовь к себе. Вот будете любить себя, вас будут любить остальные. Надо начинать любить себя. Если вот есть какие-то вот такие вот маленькие моментики, там, не могу себе что-то позволить, не могу себе что-то купить. Или там, всё в дом, всё в семью, а себе ничего. Вот посмотрите различные ролики. Только я советую посмотреть не одного психолога, а нескольких. То есть именно выбирать не просто девочек, которые рассказывают об этом. Потому что я там посмотрела нескольких вчера, ну как-то не заходят, нет. Вот нескольких. У вас зайдёт один какой-то вот человек, который вот прям за душу тронет. Вот прям вот если вызовет слёзы, то это вообще круто. Это значит вот прям вот оно, прям в точку попало. И просто посмотрите, в тренингах не нужно участвовать никаких, да, там, каких-то марафонов и так далее. Всё это, в принципе, вся эта система построена на манипуляции, да. Но посмотреть, немножко разобраться в этом я очень сильно советую. Потому что, ну, позволять себе что-то, это как выделять время на себя, да. Это примерно одно и то же на самом деле. Так что мне достаточно сложно об этом говорить. Потому что я, в принципе, как бы вот живу, да. У меня были в жизни какие-то ситуации, когда немножко у меня любовь к себе ушла, она нет. Ну, я как-то быстро восстала из пепла. Назову это так. Ну, ладно. У меня действует масочка. Сейчас мне нужно сварить суп. Потом поехать со старшим своим сыном. Они у меня опять хотят поиграть на площадке, на которой я прошлый влог снимала. Не знаю, поснимаю там или нет. Вот. Ну, и посмотрим, чем сегодня будем заниматься. Так что у нас сегодня такой домашний. Вот. Ну, и масочка, видите, кстати. Вот. Видите, у меня краснеет. Там, где нанесла вот эту маску. Это сахерп я заказывала. Ну, я её сто раз уже вам показывала. Там, видите, она краснеет. Ещё вечером сегодня надо волосы покрасить. Это у меня уже, уже, да. У меня, кстати, да, достаточно сильно отросли. То есть, вот эти корни, это мои волосы. Только они с роженой у меня идут. И у меня немного седых волос здесь. На висках есть. Ну, возраст уж. Возраст. Приехали мы с мальчиками домой, да. Хотели погулять на площадке. А там дождь начался, да. Мы промокли, пришли домой. Сейчас будем есть суп. Это суп, кстати, из моей заморозки, заготовки, который... Мы пришли, а приехали домой. Приехали, да. Который я делаю на зиму. Вот. Такое сегодня с утра сварила. Быстренько варится. И получается очень вкусно. Да? Больше есть суп. Маленький у меня не любит супчик кушать, да? Вредина какая. Вот этот супчик как раз с сметанкой. Хотя я не любитель кушать суп. Тоже как маленький мой. Вот. Но после улицы, после дождя, очень хочется чем-нибудь горяченького. Еще мы с мальчишками заехали и забрали мой заказ в Uber League. Давайте начну я с бытовой химии. Во-первых, снова заказала вот это средство для стекол и зеркал. Я его использую вместе вот с тряпочкой, которая к нему идет такая синенькая. Очень мне нравится. Классное средство. Вот с удовольствием заказала еще. Действительно не оставляет разводы. Давайте быстренько по бытовой химии. Я все артикулы вам оставлю в Миндизу-инфобоксе. Любимый мой кондиционер для белья с аромокапсулами. Очень смягчает белье. Классное. Мне нравится. Также повторила вот это средство для ванной комнаты. Тоже мне безумно нравится. Очень хорошо именно вот на лед. У нас как таковой, ну то есть вода не сильно ржавая, потому что у нас куча фильтров стоит. Но на лед все равно есть. Очень хорошо. Все отмывает. Супер. Освежители воздуха. Девочки, как они вкусно пахнут. Особенно вот этот зимний ягодки. Вообще прям обалдеть. Ну еще вот такой взяла вот этот свежесть фруктов. Тоже вкусно пахнет. Также мой любимый универсальный жидкий спрей-пятновыводитель. Как таковые пятна, например, жирное пятно или... Ну вот пятно от кофе, оно запросто, ну как бы с ним можно и отстирать его. А вот какие-то такие совсем едливые или старые пятна, нет, не удалит. Я пшикаю его на воротничок, на какие-то загрязнения на рубашках. Особенно спасает на белых рубашках, на манжеты и в области подмышек. Супер-средство, вот повторила еще раз. Так, дальше взяла вот такие салфеточки влажные для мониторов, телевизоров, в общем, всего остального. А то у меня что-то все заляпано. В общем, да. Также взяла вот такой жидкое мыло для рук. Ой, как оно вкусно пахнет. Такой мандаринка, слаймом вообще. У меня, кстати, мужчина мои любит такие ароматы, когда я... Мыло или что-то такое, покупаю вот такого аромата. И, конечно же, взяла еще такой же гель для душа, потому что аромат просто классный. Вот этот гель для душа, он, видите, какой густой. В общем, попробуем. Также в прошлый раз я брала нам зубные щетки, маленькому забыла. Вот малышу своему взяла вот такую зубную щеточку. Девочки, я купила вот такое средство классное. Ой, не средство, а вот такую штуку классную. Это такая мини-терочка. Видите, вы сюда кладете, например, чесночок вам нужно потереть. Или имбирь в чай. Или там что-то, да, вот такое мелкое. Когда начинает, особенно если у вас есть ногти, начинаете на обычной терке тереть, да. Все, естественно, ногти все остаются в терке. Ну вот, а здесь вот такое средство сверху. То есть сюда бросаете, сверху вот такой колпачок и натираете. Супер, слушайте. Вообще, как увидела, думаю, все, мне нужна такая штука. Артикулы все оставлю. Ну вот это действительно вещь, прям очень-очень классная штучка. Плюс, я так понимаю, здесь открывашка какая-то, да. Так, это у меня решила мама взять, попробовать вот такой травяной сбор. Она мне любит всякую такую ерунду пить. Ну, я называю это ерундой, да. Чабрец, березовые почки, зверобой, ромашка. Вот видите, трава и хиноцея, трава чабрецали, земляники, цветки ромашки аптечной, трава шалфея, цветки календула, трава зверобоя, продырявленного какого-то иван-чай, березовые почки. Ну, кстати, может быть, тоже попробую. Может быть, будет вкусно. Также мама у меня взяла вот такой лак еще. Это такое, ну, как бы, такой лак с кальцием беленького цвета, как раз вот, ну, полезный. И еще вот такой вот, мама у меня. Ну, это меня чурочка, как раз не засохнет, что называется. Сейчас я вот такой вот розовенький с перламутром, маленький такой. Тоже, мне кажется, будет очень симпатичным. Ну, мама у меня любит такие светленькие цвета. Ну, и самое главное, я набрала варежки-перчатки, девочки. Мама у меня хотела черные себе перчатки. Вот такие вот. Они очень похожи под черную шапку. Помните, я вам в прошлом заказе показывала. Вот такие они идут с люрексом. Они обычные, тоненькие внутри. То есть, ну, не на морозы, да, вот такие тоненькие. Я себе взяла две пары перчаток. Одну вот эту варежки, вот такие крутые, посмотрите. Какие они прямо мягчайшие-мягчайшие, супер. И внутри вот с такой вот подкладкой, как бы флисовый. Слушайте, просто классные варежки. Мне так они понравились. Такие вот, видите. Это прямо на морозы будет самое то. Просто. Мне вот мальчишек там со школой забрать, я вечно мерзну. Прям супер. Как раз под мой тепленький костюмчик, под мою куртку голубенькую. Просто будет круто. А вот эти перчатки, я думала, они будут тонкие. И они действительно, посмотрите, тонкие. И я думала, ну, такую слегка прохладную погоду. Они внутри идут вот с таким начосиком, девочки. То есть, это теплые реально перчатки. И они внутри такие мягенькие-мягенькие. Вот так вот они выглядят. Единственное, что я люблю, когда они подлиннее. Ну, ничего, эти тоже пойдут. Тоже вот такие. То есть, вот эти черные, они тоненькие. А вот эти вот, они потеплее. Ну, в общем, вот так вот. И еще я заказала вот такой вот коврик для ванной комнаты. Как такое плотное полотенчико. У меня такие синенькие были. Были и есть сейчас. И вот я взяла еще фуберлик вот такой зеленый. Такой плотный. Очень хорошего качества. Мне понравилось. У меня вообще вот эти вот коврики для ванной, которые, знаете, с другой стороны, с такой штукой, они у меня очень быстро портятся. Потому что я их очень-очень часто стираю. Вот. И вот себе взяла вот такое еще зелененькое на смену. Такое достаточно большое. Убираю просто в стиральной машинке. И классно для ног. Так что вот такой вот у меня был заказик от Фаберлик. Небольшой. Но все на самом деле. Вот эти варежки очень вам советую. Они такие тепленькие. Прям вообще обалдеть. Вот. Артикулы все вам пропишу внизу в инфобоксе. Сейчас мы пообедали. У нас уже, видите, темень. Ну, это потому что за окном. Это потому что там дождь на улице. Сейчас сижу. Так ничего не хочется делать. Девочки, вообще просто какой-то кошмар. У меня, кстати, есть... Хочу вам показать. У меня есть такая кружка. У Ритика огромная. Это бульонница. Сейчас пью чай с ромашкой. Вот. Я с ромашкой пью чай. Ну, обычно черный. И просто бросаю туда пакетик вот этой аптечной ромашки. Надо себя как-то заставить идти гладить. Потому что завтра уже моим мужчинам одевать нечего. Все либо в стирке, либо в глажке. И, кстати, сегодня накрасилась вот этой тушью. Я вам мозаик. Смотрите, какая прикольная. Мне она так нравится вообще. Я обожаю. Даже, наверное, больше, чем Кика мне нравится. Да. Но она стоит дешевле. Так что, ладно, пойду сейчас гладить. КОНЕЦ Сейчас еще хочу показать. У меня муж приехал с работы. Вот. Решил нам с всякими вкусняшками поваловать. Вот. Купил всякие. Во-первых, здесь он купил вино. Вот это крымское. Им очень понравилось. Вот. В общем, мы решили все вино крымское попробовать. Вот такое. И вот такое. Да. Сок гранатовый. Я его люблю. Пепси. Ну, куда же без пепси. Лучше всегда покупают. Вот такие пончики вкусные. Боже, какие невкусные. Я их обожаю. Вот эти вот. Очень вкусные. Чек, конечно же, он не сохранил. Так что, извините, вот такую пиццу еще решил взять. Здесь вот такие пироженки вкусные. Марфины. Вот такие. Кто это? Макарони. Три шоколадки вот такие. Кусочек сыра и два кусочка мяса. Вот таких вот. Зачем-то не знаю. Так что. Так что балует нас мой муж. Сейчас будем чай пить. Я вот это вкусное люблю. У нас же вечер. Да. Сегодня такой день. Денивый. Не знаю. После сырости, наверное, на улице. Ну, плюс, мне кажется, еще отголоски моей болезни. После улицы что-то мне вообще лень. Прямо жутко меня словило. Ну, вот. Кстати, это мой мышоночка. Я его сама себе покупала в магазине. Смотрите, какой классный. Ну. Ну, вообще, я обожаю, кстати, мягкие игрушки. Ну, такие. Мне нравятся мордочки у мягких игрушек. Классные такие. Я, кстати, выставляла сторис в Инстаграм. Ой, сторис в Инстаграм. Господи. Фотографии в Инстаграм. С этой малюточкой я ее давно уже купила. Ну, там я тут живет со мной на месте. С ней лежу так хорошо. Вообще. Мне, кстати, как-то спрашивали, как бороться с ленью. Я никак не борюсь с ней. Серьезно. Я вот, если чувствую, что у меня как-то лень меня одолела. Ну, вот как сегодня, например, я даю себе время отдохнуть. То есть я могу там день-два полежать. Мне долго, на самом деле, вообще такого нет. Мне потом на третий день мне точно становится скучно. А еще у меня бывает такое, что денечки я ленюсь. Знаете, когда совсем ничего неохота делать. Вообще вот просто хочется лежать тюленчиком на кровати. Вот. Я обычно беру телефон, начинаю там ковыряться. И нахожу какой-нибудь новый рецепт. Или какой-нибудь, увижу на каком-нибудь красивое платье. Или еще всякую ерунду. В общем, насмотрю. И все у меня прет на следующий день. Мне либо нужно что-то приготовить. Либо нужно поехать в магазин посмотреть, что новенького есть. Либо там еще что-нибудь. Либо прибраться. Ну, в общем, короче, меня несет обычно. Так что долго я не лнюсь. Но позволяю себе вот день или вечер. Обычно там максимум полдня. Почему-то такой ленивой ноте. Я буду с вами прощаться. Сейчас уже детей будем укладывать спать. И я тоже буду спать. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным, интересным. Оставляйте свои комментарии. Очень буду ждать ваши комментарии по поводу любви к себе. Что вы вообще над темой думаете. Мне на самом деле очень интересно. Вот. И всех люблю, целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok